Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Июнь 2017. Над территорией США ученые зафиксировали уменьшение озонового слоя. В районе кальдеры Йеллоустон увеличилось количество землетрясений. За две недели произошло более 770 землетрясений. Ранее для этой местности была нормой тысяча землетрясений в год. В штатах Юта, Калифорния, Флорида и Аризона пожары охватили свыше 12 тысяч гектаров леса. В Индии, в штате Ассам, от сильных наводнений пострадало 60 тысяч человек. На Филиппинах, вследствие наводнений, с острова Минданао эвакуированы 3,5 тысячи человек. В 17 затопленных поселках было объявлено состояние бедствия. Обильные осадки, выпавшие на Тайвань, в объеме 645 миллиметров затопили 25 тысяч домов. В Уругвае сильные наводнения обрушились на три департамента страны. От сильнейшего шторма за последние 30 лет пострадала южная часть ЮАР. Были разрушены сотни домов. Более 9 тысяч человек были эвакуированы с города Найсна вследствие возникших пожаров. В Испании разбушевался сильный лесной пожар. В Китае за одну только неделю от наводнений пострадало более 4,5 миллионов человек в провинциях Хунан и Цзяньси. Было эвакуировано свыше 500 тысяч человек. Затоплено более 400 тысяч гектаров сельхозугодий. «Живя на земле, каждому приходится выбирать, ради чего жить. Ради того, чтобы стать удобрением? Или ради того, чтобы стать светом добра? И этим светом светить людям?» Симеон Афонский Пример человечности, заботы и доброты проявили молодожены Фетхулах и Есра из города Килис в Турции, позаботившись о четырех тысячах сирийских беженцев. Они понимали, как нелегко приходится людям, вынужденным покинуть свои дома, и поэтому решили разделить радость свадьбы не только с родственниками, но и со всеми беженцами в их городе. Вначале такая идея появилась у жениха Фетхулах, которую Есра и отец жениха Али с радостью поддержали. Они, как и окружающие их люди, во время подготовки к празднику испытывали удивительные чувства, бескорыстно помогая и поддерживая своих сирийских братьев и сестер. Стремление двух человек помогло объединить вокруг себя четыре тысячи человек. А если каждый из нас, следуя искреннему своему душевному порыву, протянет руку помощи и поддержит друг друга, то на Земле навсегда, окончательно и бесповоротно будет мир, доброта и дружба. Не нужно ждать кого-то, нужно действовать самому и начинать в первую очередь с себя. Нужно самому быть хорошим примером для окружающих, тогда позитивные изменения в тебе и в обществе не заставят себя ждать. Объединение людей — залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше чем фильм, это живая книга, сознание и личность, от заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.